здравствуйте дорогие друзья сегодня рассмотрим несколько ваших вопросов тема данных вопросов на самом деле весьма такая каверзная и я на эти вопросы старался последнее время не особо отвечать потому что по глубине данных вопросов и данной темы ну конечно же нужно данными сведениями делиться именно с людьми которые действительно понимают о чем идет речь и люди должны быть по сути некоторой степени подготовлены то есть они хотя бы должны обладать пониманием что такое допустим стык эпох что такое будущий век что такое прошлый век из чего они состоят какими качествами обладают в чем суть так называемого золотого века или же в чем суть эры вдалия что по сути является одним и тем же напрямую мы трогать сегодня эту тему не будем но тем не менее расскажу несколько своих видений которые косвенным образом дают подсказки на самом деле в моих роликах довольно много подсказок и знаете как я общался не так давно с одной из подписчиц на самом деле многие знания которыми я обладаю я их особо как бы и не скрываю то есть я делюсь довольно большим количеством информации до бесспорно есть информация который который я скрываю я ее не рассказываю в силу того чтобы просто не привлекать к себе излишнего внимания и так на самом деле если посмотреть то многих не только подписчиков но даже блогеров коробит коробит от того что ну как я понимаю и исходя из того что вы мне часто пишите коробит потому что у них просто нет таких знаний и они прекрасно понимают что подобными знаниями они обладать в принципе не смогут всячески пытаются каким-то образом облить грязью либо те же самые ведические писания учения вед традицию индуизма и так далее но невзирая на это тем не менее знания есть они очень глубокие и сегодняшние видения будут посвящены сразу нескольким темам я буду поочередно их рассказывать кстати мое стремление доносить всем нам информацию форме рассказов связано с тем что эти рассказы они несут еще в некоторой степени духовную силу духовную силу тех переживаний которые которыми я со всеми нами делюсь и когда мы слышим данные истории мы так или иначе прикасаемся к этим историям к этим энергиям естественно данные энергии не будут работать том случае если вы относитесь негативно к автору преподносимых историй в данном случае квайраги любые знания которые вы пытаетесь получить из роликов но при этом скверно относитесь могу сразу сказать в вашем случае знания не сработают и я расскажу впоследствии почему это связано в некоторой степени с покровительством духовных существ в любом случае любого человека который получает определенное знание посредством духовных миров духовного зрения через область третьего глаза так или иначе вот таких людей есть всегда свои покровители на самом деле этим покровителям все прекрасно видно и если вы смотрите ролики получаете знания а потом сквернословите ну тут уж другие как бы законы включаются и я как бы из этой темы стараюсь дистанцироваться абстрагироваться от нее но тем не менее один из роликов одно из введений которым не было не так давно она была связана с существованием или же жизнью нашей планеты нашего мира я оказался исключительно в некоем подземелье но при этом я понимал что этот дом это подземелье или же подвальное помещение подвальное помещение но она была очень просторным и очень глубоким и объемным и я шел через это подземное помещение через это подземелье со своими детьми и они как бы были у меня и с левой и с правой стороны я их держал за руки но при этом я чувствовал их как бы энергетическая составляющая то есть и их энергию я видел их свет и свет который исходил от них он как бы освещал все вокруг это к вопросу о детях каким образом можно увидеть духовную суть наших детей в состоянии так называемой медитации либо в состоянии сновидений ну при условии конечно если вы владеете техникой сновидений а не просто видите какие-то сны или обрывки своих сновидений в силу уставшего тела или изможденного ума понимаете о чем речь то есть для того чтобы владеть техникой выхода в осознанное сновидение получением информации через мир сновидения нужно все-таки быть практиком если вы не владеете этими техниками вы не сможете получать информацию то есть информация будет приходить очень редко очень редко до либо если у нас очень сильный ум здесь также при наличии очень сильного ума рафинированного ума тем не менее мы получать знания через мир сновидений не сможем пока наш ум не очистится потому что чаще всего знания которые мы получаем они несут себе особую информацию особую тонкую энергию это энергия она остается в нашем уме соответственно чем больше такой энергии тем больше наш ум перестраивается на определенной вибрации ну условно вибрации на определенное качество энергии и если допустим попробовать использовать наш ум для того чтобы получить какую-то более тонкую энергию чаще всего это не получится поэтому люди у которых очень мощный ум очень сильный ум очень сильное интеллектуальное постижение они чаще всего не могут получить даже элементарные сведения из допустим из мира сновидения то есть такие люди чаще всего будут говорить что мир сновидения сны это что-то чужеродное это бессмысленное и все Но по сути, если вы действительно сталкивались с духовными практиками, вы прекрасно поймёте, что большую часть всевозможных откровений в любой традиции, независимо, это индуизм или это традиция христианства, большая часть откровений, я думаю, даже, наверное, около 90% было получено через мир снов. Да, друзья, это факт. И я здесь не открываю Америку. Ну а 10% приблизительно – это ещё более высокий уровень, когда большая часть информации получалась людьми исключительно в состоянии медитации или же в состоянии молитвенного экстаза. Когда у людей случалось видение, они переходили в астральное тело и уже посещали духовные миры вместе с своим тонким телом. Друзья, подчёркиваю, тонким телом, и чаще всего это не физическое тело. Хотя, исходя из переживаний некоторых блаженных, в нашей традиции христианства, в частности, Дивеевские блаженные, они, по всей видимости, посещали даже небеса вместе с физическим телом. Что удивительно. И на самом деле, жизнь Дивеевских святых вообще не изучена, что является очень странным фактором, потому что там действительно такие чудеса творились, и которых мы даже не предполагаем. Это уникальнейший кладезь духовных откровений, почему-то забытых, судя по нынешнему времени. И, возвращаясь к своему видению, когда я шёл вместе с своими малышами, я обратил внимание на то, что они как бы идут вместе со мной, но не обладая глубоко выраженной телесной оболочкой. То есть, у них я чувствовал, что есть физическое тело. Я чувствовал, что у них есть астральное тело, то есть тело сновидения. Я видел свет, который из них исходит. Но физическое тело, так называемое физическое тело, с помощью которого мы существуем в этом мире, оно в состоянии сновидения не просматривалось. Это говорит о том, что кармы физического тела находятся в довольно малом, не особо проявленном состоянии, то есть они находятся на минимальном уровне. Другими словами, души, которые воплотились в детях, они обладают определённой духовной чистотой, что не может не радовать, потому что перед тем, как мы зачинали с супругой деток, мы, конечно же, долгое время молились. Молились и просили, чтобы у нас были хорошие, чистые души в телах наших детей. И в результате, и я, и моя супруга, я уже рассказывал это в своих предыдущих роликах, мы неоднократно с ними общались ещё даже в моменты, когда душа была в утробе матери. Понимаете, как бы на самом деле, когда душа находится в утробе матери, она испытывает очень большие трудности в силу нечистоты энергии самой матери. И данным душам всегда едва хватает энергии на то, чтобы только сформировать своё физическое тело. Но, учитывая то, что моя супруга занималась все 9 месяцев йогой, энергии ребёнку хватало, и её было достаточно, естественно, малыш, находясь в обильном энергетическом состоянии, даже общался и со мной, и с моей супругой. Ну, с моей супругой чаще, я тогда много работал. Но в её случае, как бы, она делилась довольно большим количеством всевозможных переживаний на данную тему. И, естественно, когда мы находимся в состоянии сновидения, мы можем видеть, допустим, наших детей находящимся или пребывающими в несколько ином состоянии, чем даже мы. Понимаете, о чём идёт речь? То есть, в данном случае, тот свет, который я видел, и то, что астральная оболочка детей находилась в чистом состоянии, она была также светоносной, и их тела сияли красивым светом, это указывало на то, что дети, которые воплотились, или души, которые воплотились, они находятся в очень чистом духовном состоянии. К чему я это рассказываю? Когда мы хотим задаться вопросом, допустим, какая же душа воплотилась в нашем ребёнке, то есть, если у нас есть сомнения, то нужно примечать именно вот такие моменты, то время, когда мы встречаемся с детьми в наших сновидениях, с нашими детьми в наших сновидениях. Важный принцип, важное понимание. Увы, друзья, но ко мне часто обращаются, посмотрите моего ребёнка. Знаете, я могу сразу ответить, если у вас есть сомнения, значит, там что-то уже не так. И исходя из этих сомнений, я чаще всего отказываю. То есть, я не хочу смотреть ни судьбу вашего ребёнка, ни вас самих, потому что, если вы сомневаетесь в собственных детях, это уже указывает на то, что в случае их рождения многие вещи происходили недолжным образом. Ну и, естественно, если я что-то увижу, мне только так же будет это всё неприятно, и это всё будет неприятно ещё рассказывать, ну и так далее. Поэтому я отказываю. Позиция моя ясна. И далее, продвигаясь по этому подвальному помещению, я потом объясню, почему подвальное помещение. Дослушайте до конца. Подвальное помещение было довольно высокое, и оно было, наверное, высотой где-то, ну, может быть, около 100 метров. То есть, подвал очень мощный, очень глубокий такой, знаете. И передвигаясь по этому подвальному помещению, я обратил внимание, что мы передвигаемся исключительно по периферии данного подвального помещения. То есть, мы как бы его обходим слева направо и по границе данного подвала. И при этом я понимал, что дом, который над нами находится, он очень большой. И что самое интересное, друзья, я прекрасно понимал, что в этом доме живут все люди, которые живут на нашей земле. Другими словами, этот дом, в подвале которого я находился, этот дом являлся символом жизни на нашей планете. То есть, все те люди, которые жили в этом доме, это были все те души, которые ныне живут на земле. И далее, когда мы передвигались по этому подвальному помещению, я в какой-то момент, переходя из одного большого помещения в другое подвальное помещение, мы встречались там с разными людьми, я их также потом опишу. Поэтому я шел в направлении некого, ну как я чувствовал, неких ворот. Но это были не простые ворота, это были мистические ворота, я бы даже их назвал неким порталом. Но опять-таки, даже в этом случае, используя термин портал, я не могу передать суть данного понимания, потому что этот портал, он в некоторой степени находился в пространствах между эпохами. То, что я сказал относительно нашей эпохи, сейчас идет кали-юга, и будет небольшое вкрапление, в писаниях это вкрапление описывается как золотой век. И я в этом видении, в своем, я шел в направлении именно данного портала. Интуитивно я прекрасно понимал, что мне нужно именно туда. Я знал, где он находится, и на самом деле я этими знаниями обладал исключительно спонтанно. То есть есть внутри меня какие-то знания, которые пробуждаются в силу глубокой медитации, либо длительных духовных практик. И вот, выйдя в особое помещение, очень большое помещение, я увидел, что передо мной существует некая стена, но при этом эта стена, она несет в себе качество несколько иной энергетики, иной энергии. Я смотрел на эту стену, и она даже вибрировала. В то же самое время, возле этой стены не было никого из людей. Бегало всего лишь несколько маленьких грязных деток, у которых были грязные одежды, грязные лица. И они игрались, что-то делали, чем-то интересовались. И как только мы подошли в этот портал, я увидел, как мои дети сразу же исчезли. То есть они влетели в этот портал, по всей видимости. Я даже не отследил этот момент, я понимал, что с ними все хорошо. И происходит на самом деле то, что нужно, чтобы происходило. И в этот самый момент, когда я дошел до данного портала в своем видении, я увидел, что во мне начало происходить некое раздвоение. То есть часть меня, та часть меня, с помощью которой я, условно говоря, существовал в этом материальном мире, она выпала из меня. Другими словами, скажем так, я остался стоять в своей светоносной форме, а другая моя форма, которая состояла из человеческих энергий, из человеческих карм, упала на некий бордюр в форме безжизненного человека. Понимаете? То есть другими словами, я в состоянии некого сияющего существа стоял и смотрел вокруг, что происходит, а другая часть меня самого находилась в горизонтальной плоскости, лежа на боку, в состоянии некой смерти. И для того, чтобы вы понимали, дело в том, что я описывал уже в одном из своих роликов, когда я рождался на Земле, я помню прекрасно свой приход на эту Землю, и я видел себя выходящим из янтры, из одной из янтр, расположенных глубоко в космосе. Я оттуда пришел в виде света, пришел не сам. И когда я уходил из этой янтры, я прекрасно знал свою судьбу. Понимаете? И когда душа воплощалась в этом мире, я прекрасно понимал, что меня ждет, через какие трудности я должен буду пройти и к чему мне нужно готовиться. То есть выбор был изначально тот, который нужен. И для того, чтобы, допустим, тот свет, который есть внутри, его никто не смог распознать, естественно, йоги создают особые тонкие или же физические тела, которые по энергии не отличаются от вибраций человеческого мира. То есть по человеческой структуре, допустим, моя вибрация, моя энергетика была подобна людям. И другими словами, для чего это делается? Для того, чтобы вас никто не распознал. И я также замечал у многих людей, также существует подобное состояние. То есть целенаправленно из нечистых энергий других людей или же нечистых энергий самого мира создается определенная часть судьбы. И эта энергия, эта часть судьбы является неким щитом, через который вас невозможно видеть. Когда мне кто-то рассказывает, что он каким-то образом закрывается, его невозможно видеть духовным зрением, мне хочется очень долго смеяться. Потому что этот человек вообще ничего не понимает о том, какими структурами обладают духовные миры и как происходит рождение души и так далее. То есть также можно сделать вывод, что если человек не обладает даже столь элементарными знаниями, это также говорит, что по сути у подобного человека нет знаний вообще. Это не упрёк, это такая, знаете, как бы констатация фактов. То, что я увидел, что часть меня, она упала вот таким вот образом, на бок и умерла, это говорит о том, что какой-то элемент судьбы, он отработался. Что самое интересное, друзья мои, данное видение, оно совпадает всецело с неким весенним обострением, которое случилось у некоторых псевдо-мистиков, псевдо-так называемых йогов, которые делятся медитациями, либо наоборот критикуют ведические знания и так далее. То есть это далеко не весь список. Действительно, как бы многие люди, ну и даже те люди, которые находятся в моём окружении, они в некоторой степени прекрасно понимали, что что-то происходит. И их поведение, оно было продиктовано именно теми энергетическими состояниями, которые происходили во мне. И то, что часть вот этой вот, часть этой грязи, она как бы отвалилась и умерла, это была та часть энергии, которая была проявлена именно в момент судьбы, в момент рождения через моих родителей. Ну и на самом деле те родители, которые были выбраны, они также выбирались с определённой целью, чтобы, допустим, энергетически вас или нас или меня никто не смог распознать и понять, кто вы, что вы и так далее. Это один из симптомов того, на самом деле, почему, допустим, столь много негатива было проявлено в отношении меня ещё в монастыре. Эту тему мы не будем поднимать, но она будет актуальна, как я понимаю, всегда. Да, друзья, на самом деле в монастыре довольно много всевозможного негатива было проявлено в мою сторону, при этом впоследствии секта, конечно же, теперь всё преподносит в искажённом виде, пытаясь обелить своё уже сейчас нечистое имя в силу тех самоубийств, тех убийств, тех краж, которые происходили в секте. Конечно же, она сейчас будет писать всякую гадость, люди с нечистыми умами будут подхватывать эти гадости и распространять вокруг, а я буду им за это благодарен, потому что, на самом деле, они за всё это время очень быстро мне помогли отработать определённые трудности, которые имелись во мне, и данная нечистая энергия, она из меня вышла и отвалилась. Это является показателем того, что я, на самом деле, друзья, иду по правильному пути, ну а там уж каждый выбирает свой путь самостоятельно. Далее, находясь в этом месте, я оглянулся, потому что меня привлекли внимание эти несколько маленьких грязных детей, которые бегали возле этой стены. По всей видимости, та энергетика, которая отходила из этого портала, данный портал был связан с Золотым веком, ещё раз подчёркиваю, друзья, слово «портал» не характеризует те состояния, которые я переживал. Но, тем не менее, я пытаюсь эти вибрации объяснить с помощью портала, но там суть немножко другая была. Я не могу это рассказать всё. Наше время, условно говоря, является порогом, порогом между прошлым веком и будущим, и золотым. И в моём случае я хочу донести, именно каким образом проявляются знаки из Золотого века и каким образом их можно видеть духовным зрением. И эти маленькие дети, по всей видимости, всё же обладая какой-то чистотой, они могли играться возле этой стены. Но к этой стене не мог подойти ни один живой человек, который находился в этом подземелье. И когда я сначала рассматривал этих маленьких детей, а потом я увидел, что за ними на приличном расстоянии также находится подвальное помещение, и в этом подвальном помещении находились тысячи, десятки тысяч, и, наверное, сотни тысяч человек. То есть это было очень большое количество людей. Я понимал, что это все люди, которые живут ныне на земле. Но жили они очень странно, и я бы даже сказал страшно, потому что по своей сути это были люди, которые купались в каких-то грязных испражнениях, жили в грязных одеждах, ели грязную еду. Я бы даже назвал, что люди, которые жили подобным образом, они очень повторяли ту жизнь, которую ведут люди в нашем мире, которые спиваются или же каким-то образом деградируют под воздействием наркотиков. То есть они чаще всего живут где-то на улицах, в подворотнях, пьют алкоголь и так далее. Я думаю, мы все понимаем, о чем идет речь, но в данном случае я видел очень большое количество людей. Естественно, такого количества людей ни в Москве, ни в России нет. Что еще более интересно, когда я смотрел на этих людей, я прекрасно понимал, что среди этих людей есть масса моих знакомых, моих друзей. И действительно, когда я смотрел на этих людей, я видел их. Но вот незадачка-то была на самом деле, потому что многие мои друзья, они не так-то уже бедные. Хотя я видел их именно в таком грязном состоянии, купающимися в грязных водах, живущих в своих собственных испражнениях. Но еще раз подчеркну, многие из моих друзей, они не находятся в таком состоянии. То есть они так не живут. Они довольно состоятельные люди, живут чистой, чаще всего честной жизнью. У многих из них свои какие-то предприятия есть. Но в видении я видел их совершенно в противоположном облике. И мне бы хотелось бы задать теперь этот вопрос всем нам, как мы понимаем все это. И уже через несколько секунд, конечно же, я расскажу, какое знание посетило меня. И я объясню, почему я увидел данных людей в таком виде. Сразу скажу, что, естественно, там были не все мои друзья, но подавляющее большинство. Почему я видел в столь печальном состоянии этих людей? Все дело в том, что большинство из нас живут, упиваясь и утопая в так называемой греховной деятельности. На самом деле, духовным зрением, когда смотришь на людей, если они не ведут духовный образ жизни, не выполняют какие-то духовные практики, уровень энергии у них и уровень внутренней чистоты в силу каких-то нечистоплотных деяний начинает деградировать. И тогда уже начинают доминировать в физических телах, в астральных телах, и, естественно, в уме нечистые энергии, связанные с нижними мирами. Допустим, если есть жадность, в теле будет доминировать коричневый цвет. Если есть гнев, черный цвет. Или же красный цвет, связанный с нижними мирами, в частности, с адами. Допустим, если есть вожделение, то будет доминировать красно-коричневый цвет. Если есть сильная интеллектуальная деятельность, но ум находится в нечистом состоянии, ум будет выглядеть подобно засохшей коричневой корочке, допустим, как кора, либо как глина засохшая и принявшая какой-то образ. То есть по таким вот вибрациям, по таким состояниям можно смело судить о внутреннем состоянии человека. И когда я видел всех этих людей, я с ужасом понимал, что люди, невзирая на то, что внешне они живут в красивых домах, едят из красивой посуды, едят очень качественную пищу и одеваются в очень чистые одежды. Тем не менее, подавляющее большинство людей, которые живут на земле, совершенно не занимаются своим внутренним и духовным вопросом. И большинство из них, в силу того, что не следуют духовным правилам, духовным доктринам, они находятся в состоянии вот такой вот, условно говоря, духовной деградации. То есть то состояние, которое я видел, это было внутреннее состояние людей. Внешне, я ещё раз подчёркиваю, люди живут в своих квартирах, заботятся о чистоте своих квартир, о чистоте своей одежды, своего тела и так далее. Но внутреннее состояние многих людей, увы, друзья оставляют желать лучшего. И в силу того, что на земле, как я понимаю, существуют действительно энергии или же порталы, так называемый «золотой век» или особой энергии, с которыми можно соприкасаться, тем не менее, возле данного портала не было ни одного взрослого человека. То есть каждый упивался той грязью, которая ему была интересна. И к порталу приблизилось всего лишь несколько детей, которые, по всей видимости, какую-то внутреннюю чистоту ещё не потеряли. То есть они чувствовали некие вибрации золотого века, который приближается. И таким образом, эта вибрация их манила. Но тем не менее, они не смогли пройти через этот портал, они даже, по сути, не смогли в него проникнуть. Другими словами, можно также сказать, что сведений о золотом веке, той информации, которая есть у нас на земле, она, по всей видимости, также преподносится не в очень чистом виде. Потому что, как я понимаю, очень мало людей, которые могут доносить знания, связанные с будущим веком, с эрой Водолея или же с золотым веком. Очень мало людей, потому что в видении я таковых вообще не видел. Как видите, я также не особо могу рассказывать или делиться информацией на эту тему. Ну, в силу определенных обстоятельств, к примеру, я не тороплю события, правильно? Но, как я понимаю, данные вибрации или же так называемые порталы, которые существуют в золотой век, они, по всей видимости, хранятся где-то не в человеческом присутствии, не в умах людей, не в творческих произведениях неких писателей или же авторов. А, скорее всего, данные порталы находятся исключительно в каких-то пророчествах, либо в священных писаниях. Допустим, в традиции индуизма известно писание, известно как Падмапурана. И в этом писании описывается суть золотого века. И там описываются все события, которые происходят в это время на Земле. И, естественно, данное писание является таким вот порталом. Но получить эту информацию – это дело одно, а вот проникнуть – это немножко уже другое. Все же нужна какая-то чистота. То есть, скорее всего, нужно искать где-то по пророчествам, где-то в каких-то откровениях святых, пророков, старцев и так далее. Какие-то ключи, чтобы проникнуть или прикоснуться к энергиям золотого века. То, что происходило дальше, оглядываясь и рассматривая своих друзей, которые продолжали почему-то купаться в грязи, я также посмотрел на свое физическое тело, которое валялось на бордюре. Оно также было грязным в силу того, что я уже объяснял. Я сам себе сказал, что время существования данного грязного образа, оно прошло, то есть закончилось. И именно после этой мысли я взлетел. То есть, появилась внутренняя какая-то духовная сила, которая подняла меня на довольно большую высоту. Но при этом я не смог удалиться из этого подземелья. Я обратил внимание, что в направлении данного портала идет большое количество людей. То есть, все же люди почувствовали. Но что самое интересное, в направлении данного портала шли войны. Войны с мечами, с доспехами, с щитами, с копьями. И войны было довольно большое количество людей. Но эти войны, они, знаете, как вот, были в несколько таком хаотичном состоянии. Кто-то нашел себе какой-то ржавый щит, кто-то нашел себе ржавый меч. У кого-то была кольчуга там изношенная, потрепанная. На ком-то были дырявые штаны или обувь. Скажем так, войско было довольно такое вот потрепанное. То есть, изношенное годами или даже столетиями. И данное войско выглядело весьма грустно, я бы даже сказал, и печально. Потому что у них не было ни четких построений, ни целенаправленного какого-то плана битвы. То есть, это был один сплошной хаос. Хаос из воинов, которые ничего из себя не представляли. Но тем не менее, они в состоянии гнева, раздражительности. Они сплотили какую-то армию свою и двигались в направлении этого портала, в направлении этих вибраций. Что было дальше? Когда они приблизились к этому порталу, вибрация этого портала очень резко изменилась. Или же вибрация, которая исходит от будущей эпохи, она также изменилась. И оттуда начал исходить очень мощный свет. И данное войско, оно на самом деле приближалось к этому порталу. Я не знаю, с чем могут быть связаны подобные действия. Но Золотой век, или же Эра Водолея, по всей видимости, решила не пускать данное войско в этот портал. Или же этих людей, воинственно настроенных. Не пускать в будущую эпоху. А из будущего, через этот портал, начали выходить один за одним могучие войны. Эти войны, они обладали особой светоносностью. У них были большие длинные копья, очень яркие мечи, которые висели у них на боку. Они были в доспехах, в кольчуге. Было очень красивое зрелище. И когда это войско, которое было собрано из людей, и оно предстало перед этим порталом, между порталом и этим войском выстроилось такое же войско, пришедшее из Золотой эпохи. Но у меня возникло такое ощущение, что это были какие-то ангельские существа, потому что уж очень ярко они сияли. Я не видел крыльев, но при этом они были очень мощные. Они были все рослые, высокие, красивые, юные. И я понимал, что они обладают очень большим знанием ратного дела. То есть это были действительно закаленные войны, но духовные войны. И данные войска стояли друг напротив друга. И я понимал, что вот-вот начнется война. Война между человеческим миром и войнами из духовного мира, из будущей эпохи. И если данные ангелы стояли напротив человеческого мира и не хотели ничего предпринимать, то есть они просто стояли, охраняли портал, тем не менее, как я понял, войско людей, этих грязных, слабеньких людей, все-таки двинулось в направлении данных ангельских существ. И я понимал, что в ближайшее время, по всей видимости, все-таки мечи сомкнутся в боевом порядке данных войск. Но изначально было понятно, что люди проиграют. Самой битвы я, конечно же, не увидел в силу отсутствия, полного отсутствия интереса с моей стороны. То есть я как бы понял, что что-то глупое происходит. Зачем? Зачем воевать с ангельскими существами? Тем более существуют пророчества. Непонятно еще, на чьей стороне выступали люди, кто ими управлял и так далее. И было изначально понятно, что людей ждет проигрыш, то есть поражение. Потому что души, святые духи, которые противостояли человеческим существам, они пришли из небесных сфер. Я думаю, мы все понимаем, что вариантов победы не так-то уже много для людей, в смысле, вообще нет. И далее я уже переместился из этого видения в следующее видение. Я оказался также на планете. Я видел нашу планету с довольно большой высоты. И я увидел, как со всего мира собираются люди, довольно большое количество людей. И эти люди, они думали о будущем веке, о грядущей эпохе, о, возможно, грядущих событиях в силу, как я уже говорил, и пророчеств, которые имеются и так далее. То есть они, по всей видимости, жаждали или же хотели попасть в будущую эпоху, в эру Водолея. Не знаю, с чем это было связано, по всей видимости, многие души все-таки понимают, что в том состоянии, в котором мы находимся, это будет практически невозможно. Но, тем не менее, все же есть люди, которые стараются себя каким-то образом очистить, довести до относительно чистого состояния. И таким образом, подготовив себя, все-таки стать более чистыми перед небесами, перед, или же в глазах Бога, в глазах Вселенной и так далее. Шла очень большая группа людей, опять-таки, несколько, возможно, десятков, тысяч, либо сотен тысяч. Но со стороны это было довольно большое движение людей, которые следовали духовным традициям. И наблюдая за этими людьми, я увидел, как они подходят к некоему пьедесталу или же к некой лестнице. И когда я повернулся, посмотреть, куда именно идет эта группа людей, я увидел очень большую лестницу, наверное, высотой в несколько десятков этажей, ну, приблизительно. И эта лестница, она упиралась в такой очень широкий тоннель, который, как я понял, он опоясывает всю нашу планету. И по этому тоннелю я чувствовал, да, что существует некий поезд, или движется, и я чувствовал, что по этому тоннелю движется некий поезд, который перемещает души, души человеческие из нашего материального мира, условно говоря, будущую эпоху. Данный поезд, он не материальный, не физический, он не состоит из металла, он в большей степени энергетический. И, по сути, данный канал, который я видел, это все же, друзья мои, не проявленный в материальном мире некий тоннель, по которому ездит какая-то электричка, которая может нас отвезти в некое место. Нет, это особый энергетический поток, но этот энергетический поток, он связан с неким учением. А теперь, друзья, вы меня просили ответить относительно будущей эпохи или же золотого века, будет, не будет, когда придет, когда проявится. Учитывая то, что в моем случае были подобные знаки, по всей видимости, мы находимся на стыке данных эпох, и я уверен, у многих людей уже проявляются подобные видения. Видения в сновидениях или же переживания, связанные с другим миром, будущим миром. И данный тоннель и данный поезд, который может перевозить людей, чувствовал это очень-очень остро, он проявлен на земле в форме какого-то учения. Потому что я не видел там людей, людей там не было, но я чувствовал некую информационную подоплеку. То есть я прекрасно понимал, что существуют определенные знания, которые позволяют человеку измениться или же исправиться. И таким образом подготовить себя к какому-то грядущему веку. Возможно, если хотите, прекрасному будущему, но хотелось бы, чтобы оно было прекрасное. Когда я видел двигающихся данных людей, данные толпы людей или тысячи этих духовных практикующих, я смотрел на них, и в то же самое время я видел их внутреннюю суть. Я видел составляющие, внутренние составляющие их астральных оболочек, и я прекрасно понимал, что многие из них находятся в нечистом состоянии. И я также видел, что многие из них, по сути, войти туда не смогут. И людей, которые действительно смогут пройти в этот канал, в этот поток, из тех сотен тысяч были единицы. Ну, в буквальном смысле единицы. И когда они перемещались в направлении данного поезда, я им кричал, я им пытался донести, говорил, люди, куда вы спешите, вы не сможете туда пройти. Вы потратите время, потратите усилия, но вы не сможете ничего сделать. Вам как бы нужно пересмотреть свое внутреннее состояние и исправиться, а не стремиться туда, куда вы, в принципе, не готовы попасть. То есть я их не пытался остановить, я им пытался донести, что в том состоянии, в котором они находятся, их как бы туда все равно не пустят. Да, ну или не отвезут, или поезд не придет, или по какой-то причине как бы разучение духовное, в любом случае, что-то произойдет. Но на меня никто не обратил внимания, и все эти люди гурьбой начали подниматься по лестнице. Но что самое интересное, в конце лестницы действительно была дверь в этот тоннель. Как я понимаю, там была какая-то посадочная платформа. Но когда первый из этих людей подбежал к этой двери, во-первых, дверь была очень узкая. Она была настолько узкая, что мог пройти только один человек. И то средней комплекции. Допустим, если человек обладал излишним весом, он бы уже не смог пройти в эти двери. То есть ему надо было бы как-то боком протискиваться. Что самое интересное. Но люди бежали в направлении данного канала, данных дверей, расталкивая друг друга, толкая локтями, расталкивая друг друга руками. И выглядело это довольно невежественно. Я прекрасно понимал, что что-то происходит весьма странное. То есть, ну как бы, если вы действительно, у вас есть какое-то намерение все-таки измениться, добиться какого-то прогресса, или же приготовить себя для будущей эпохи, для той жизни, которая будет там лет через 10 на земле, то зачем же так себя вести? Вот так вот толкать стариков, женщин. Бежали чаще всего даже мужчины, которые старались прорваться вперед и забежать в эти узенькие двери. И в то же самое время, если толпа людей, которая перемещалась, она была в довольно широком состоянии, то есть представьте себе толпу людей, которая бежит шириной, наверное, метров 10. То как толпа шириной в 10 метров сможет протиснуться в одну единственную дверь, которая и так сама по себе очень узенькая? То есть, ну туда невозможно будет протиснуться. Более того, когда первый человек подбежал к этой двери, она оказалась, во-первых, стеклянной, то есть она была прозрачная, но она была закрытая. И было такое ощущение, что она в некоторой степени даже бронированная, потому что через нее невозможно было проникнуть в том состоянии, в котором люди находились. И все эти люди, они, сбежав на всю эту лестницу, они остановились, и я парил над этим местом, смотрел на этих людей, удивлялся тому, что происходит, даже поражался. Ну как бы, куда торопиться, если все равно мало кто готов, нет ни энергетических каких-то возможностей, нет ни сил, ни так далее. То есть, кто спешит, куда спешит, зачем спешит, при этом стремиться в духовный мир, а пребывать все в том невежественном состоянии, то есть перемещении всех этих людей, оно сразу дало понять, что они из себя представляют. Я им также пытался донести, говорил, что у вас должна быть духовная практика. Одного желания очень мало, то есть это, по сути, ни о чем. То, что вы думаете, это еще не значит, что в глазах Вселенной мы что-то из себя представляем. Я пытался донести, что должна быть духовная практика, должна быть практика, усердная практика начитывания молитв. То есть мы должны вести разумный образ жизни, не проявлять гнев, не проявлять какие-то скверные эмоции, не злословить, не пустословить, не осквернять себя и свое тело дурными деяниями. Также я пытался им донести, что нужно следовать обязательно авторитету святых людей, то есть людей, которые являются учителями или же гуру. Мне легче объяснять традиции индуизма. То есть гуру, он, обладая своей внутренней святостью, может вести за собой очень большое количество людей. Если же вы не следуете наставлениям святых людей, или же, допустим, если это традиция православия, тогда не следуете наставлениям святых людей, известным как, допустим, Матрона Московская, Иоанн Кронштадтский, то в этом случае мы также, по сути, можно сказать, что не следуем, не признаем авторитет православия, не признаем величие святых. И таким образом мы взращиваем в еще большей степени свою собственную гордыню. То есть мы не хотим проявить какое-то смирение, кротость в отношении более высокого, возвышенного духовного авторитета. Понимаете? Я также это пытался донести. То есть должны быть несколько составляющих духовного развития. Это и духовная практика, это почитание или следование наставлением святых людей, как я уже сказал, святые православия. Должно быть также следование определенным заповедям. То есть мы должны не проявлять негатив в отношении других людей, не злобствовать, не лгать другим людям. Правил на самом деле довольно много. И если человек не попытался себя изменить, но уже о чем-то думает, что-то планирует и к чему-то стремится, этот подход неправилен. То есть должна быть духовная практика. Если проходят дни, а вы не читаете, допустим, мантры, не следуете особым духовным предписаниям, или же наша духовная практика, она какая-то однобокая. Сегодня мы позанимались, завтра мы поспали, послезавтра мы поели в это же самое время, или чем-то своим занимались. Либо мы всячески пытаемся под какими-то иносказательными предлогами объяснить причину того, что мы не позанимались в нужное время, не выполнили свои какие-то духовные практики. Конечно же, всё это называется духовное лицемерие. В подобном состоянии мечтать или же планировать, или же к чему-то стремиться изначально бессмысленно. Результатов, можно сказать, что не будет. Именно поэтому данная группа людей просто не смогла протиснуться в эти двери, не смогла попасть в этот некий поезд. По поводу самого поезда, данного энергетического канала, который я видел, когда я его видел, я прекрасно понимал, что этот канал действительно существует на Земле. То есть его можно видеть духовным зрением. В нашем материальном мире этот канал проявлен как некое учение. Где это учение находится или какими качествами обладает, сказать не могу. Но исходя из того, что данный канал, который я видел, он пребывал в состоянии сияния, то есть от него исходил очень интересный свет, могу сказать, что данное учение связано действительно с какими-то очень высокими духовными ценностями, которые действительно живые и они несут в себе подлинные знания. То есть подлинные, не придуманные, не выдуманные, не каким-то образом сфантазированные, а основанные на реалиях духовной жизни, духовной практики, на реалиях жизни небес, существования Вселенной и так далее. То есть духовным зрением данный канал, данное учение можно найти. И также и это учение, и данный портал, который я также объяснил, что является по сути не порталом, это всего лишь символ, символ того, что на Земле существует данное учение, и то, что проявлено данное учение, или же данные учения я проявлены, если хотите. Ну, я один только портал видел. Это говорит о том, что всё же существует вероятность проявления Золотого века, Эры Водолея. Почему говорю, что существует? Потому что в некоторых пророчествах действительно говорится, что когда придёт необходимое время, именно духовные существа высших духовных сфер будут решать, будут ли они проявлять эту эпоху, это время, или же откажутся от подобного проявления. Другими словами, там я не буду повторять дословно, но всё будет зависеть от, на самом деле, определённой группы людей, которая решит или отменит появление этого века. Вот, собственно, всё. Как я уже сказал, мы ничего не решаем. Единственное, что от нас зависит, это внутренняя наша чистота. Моё видение также меня самого удивило. Я никогда не думал, что люди, мне себя некими духовными чистыми существами, всё-таки не работают над собой, не работают над своими внутренними какими-то качествами. Результат подобного пути, псевдо-духовного пути, как я уже описал в своём видении, вы сами можете также увидеть духовным зрением через сновидение, или через, допустим, духовный мир. Относительного упрёка, который мне выдвинули недавно подписчики, сказали, что вы в Айраге не делитесь всеми Знаниями, я уже сказал, что да, действительно не делюсь. Большая часть подобных Знаний, она всё-таки личностного порядка, некоторая часть, она допустима к тому, чтобы ею поделиться, а ещё более большая часть, она всё-таки связана с состоянием нашего мира, и многие Знания, даже если я её буду рассказывать, они не будут восприняты или покажутся какими-то абсурдными. Поэтому я, естественно, рассказываю те Знания, которые мы сможем понять. Большую часть, конечно же, я утаиваю. Утаиваю, ну, как я думаю, мы все прекрасно понимаем, из каких побуждений. Но, тем не менее, ещё раз хотелось бы подчеркнуть, как существует поговорка. Если хочешь что-то спрятать, положи это на самое видное место. Тем не менее, очень большое количество Знаний я рассказал в своих роликах, очень большое количество, и это количество, оно связано исключительно с особыми подсказками, которые дают правильный вектор направления, если кому интересно, в своём развитии. В духовном развитии, в каком-то психологическом развитии и так далее. То есть, по большому счёту, если будет желание, конечно же, ответы, необходимые всем нам получить, не составит особого труда. Если наш ум чист, и мы способны наблюдать некие особые тонкие моменты, которыми я поделился в своих роликах. Относительно себя, как я понимаю из данного переживания, Золотой век всё-таки придёт, или же он уже наступает, мы находимся на стыке данных времён. Я могу также подобные выводы сделать относительно тех видений или тех сновидений, которыми делитесь вы со мной, дорогие подписчики. У многих действительно очень необычные переживания. Кто-то в своих видениях или сновидениях действительно прекрасно понимает, что нужно делать в этом мире, к чему нужно стремиться, что искать. Кто-то, наоборот, получает подсказки относительно своего рождения на этой земле и так далее. То есть подсказок много, умом мы также все обладаем, выводы делать можем. Думаю, на сегодня достаточно. Золотой век будет. До новых встреч!